Всем большой привет из Прованса! Вы на канале YouTube или на Франции, сибирячки во Франции. Поздравляю всех с первым днём весны, с первым марта. Надеюсь, что у вас хорошая погода, хорошее настроение. Напишите в комментариях. Во Франции весна календарная наступает 20 марта, поэтому у нас ещё 20 дней зимы, хотя в Провансе сегодня плюс 22 градуса. И по многочисленным просьбам, как я обещала, я сегодня начинаю готовить рецепты, но рецепты не съедобные, а рецепты чистящих средств, моющих средств для дома. Я вам рассказывала, что я видела передачу. Французы сейчас призывают не покупать все синтетические средства, средства с хлоркой, потому что это плохо влияет на наше здоровье, на нашу гормональную эндокринную систему. И поэтому есть очень простые рецепты, которые по-настоящему работают. Вы меня попросили, чтобы первый рецепт, это был рецепт для того, чтобы мыть стёкла, зеркала. Но вообще это универсальное чистящие средства, которое вы можете применять во всём доме. Чистить что угодно. Для этого понадобится всего несколько ингредиентов. Сейчас мы начнём, но перед тем, как мы начнём, не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные, полезные видео. На моём канале будут и блоги, будут и рецепты. Очень много видео про прохудение, про прованцузских диетологов. И также будут и такие небольшие рецепты для дома, конечно, прогулочки по Провансу. Если вам не жалко, поставьте пальчик вверх. И мне будет очень приятно. И, да-да, что я хотела ещё самое главное сказать. Пожалуйста, напишите в комментариях, какое следующее чистящее моющее средство вы хотите. Или порошок для стиральной машинки, или средство для митя посуды. Так, я сразу же подготовлю все ингредиенты, и мы с вами сделаем. А сейчас давайте приступим, а то я уже много болтаю. Итак, для нашего чистящего средства нам понадобятся следующие ингредиенты. Нам понадобится ёмкость, где мы всё будем смешивать. Понадобится обязательно горячая вода, именно горячая. Уксус. У меня уксус, вы часто спрашиваете, 12-ти процентный. Можно брать и 14-ти процентов. Смотрите, какой у вас есть уксус, самый простой белый уксус. Нам понадобится сода, самая простая сода, ёмкость, не знаю, как это называется, пистолет, скорее всего, чтобы перелить нашу жидкость. И нам понадобится эфирное масло. Лучше всего французы рекомендуют использовать или лавандовое масло, или какое-нибудь цитрусовое лимонное масло, апельсиновое масло. Но, в принципе, можно использовать масло, которое у вас есть в доме. На 2 литра продукта нам понадобится 2 литра горячей воды. Я буду делать чуть-чуть поменьше, но сколько всего, сколько чего я напишу, как всегда, в инфобоксе. Итак, наливаем горячую воду. Затем горячую воду, затем, чтобы все ингредиенты хорошо растворились, особенно сода. Добавляем, если на 2 литра, то 5 столовых ложек уксуса. Затем добавляем 2 столовые ложки соды. Сода начинает шипеть, это нормально. И где-то пол чайные ложечки нашего эфирного масла. Это я говорю на 2 литра воды. Да, лаванду я уже добавила. Лаванды, конечно, ну, еще чуть-чуть добавлю. Мне так нравится, как пахнет лаванда. Кстати, лавандовое масло и, ну, любое эфирное масло, оно факультативное. Если у вас нет, то можно, в принципе, не добавлять. Но я люблю добавлять, потому что лавандовое масло – это дезинфектант и также это как ароматизатор. Все хорошенечко перемешиваем. Я беру простой венчик, все хорошенечко перемешиваю. И затем будем переливать в нашу емкость. И потом попробуем сразу же почистить какое-нибудь окошко с вами вместе, чтобы испытать этот продукт. Давайте попробуем отмыть в ванной комнате вот это стекло. Я уже его мыла, но посмотрите, все-таки после каждого использования ванной или душа она всегда достаточно грязная. Не знаю, хорошо вам видно, но очень много капелек. Поэтому мы сейчас его попробуем отмыть новым моющим средством. Вам понадобится любая тряпочка из микрофибры. Я думаю, что они продаются везде, во всех странах. И наше средство, наше средство хорошенечко взбалтываем. Да, я забыла сказать, что средство лучше остудить, потому что если оно горячее, то в пластике это не очень хорошо. Хорошенечко взбалтываем, чтобы вся сода перемешалась еще раз, хотя она уже растворилась в горячей воде. И будем наносить на стекло. Как обычное средство. Можно чуть-чуть оставить. И потом убираем все. Кстати, это средство потом не нужно ничем смывать. И вот результат. Ни одной капельки. Стекло блестит. Все очень быстро, с первого раза. Единственное, что я могу сказать. Я это средство использовала первый раз. И я предпочитаю, затем, когда я его нанесла, почистила стекло. И затем я все-таки предпочитаю использовать чистую воду. Протереть еще раз тряпочкой с чистой воды. И потом сухой тряпочкой. Почему? Потому что, чтобы убрать все-все разводы, которые остались. И самое главное, не переборщить с эфирным маслом. Чтобы не было разводов. А так, просто замечательно. Смотрите. Со всех сторон вам покажу. Что не обманываю. Еще раз повторяю, что использовала средство. Вытерла на один раз. Затем тряпку промыла чистой водой. Вытерла еще на один раз. И вытерла сухим полотенцем. Все очень-очень быстро. Я думаю, для окон будет замечательно. Поэтому я всем советую. Решила я также попробовать на плитке. Плитка. Вот что значит записывая видео. Так и всю уборку в доме сделаешь. Практично. О, как начинает хорошо блестеть. Плитка здесь не видно, но на ней было очень много разводов. Замечательное средство. Очень всем советую. Копейки стоят. Всем огромное спасибо, кто остается с нами на нашем канале YouTube. Лена Франц. И до новых встреч в полезном Провансе. Пока-пока. А я за работу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok